Ну а мы хайлайты посмотрим с вами сегодняшнего матча. Целых семь заброшенных шайб сегодня было. Как Ткаченко убегал. Его останавливали всеми возможными силами. Ну и далее уже первая заброшенная шайба. В исполнении Гуревича. Далее Химик отыгрывается усилиями Пивчулина. Счет становится 1-1. Далее у Ткаченко был еще момент, который он мог реализовать. Вот здесь вот Александр Шен, прокатившись круг, бросил в направлении ворот и забросил вторую шайбу для гостей в сегодняшнем матче. Выглядит снова вперед. Далее через 2 минуты Пропор Корбет делает счет 2-2. И выводит команды на перерыв. С расчетом 2-2. Егор Чесганов делает счет 3-2. Еще и впервые уже выводит Химик вперед в этом матче. И далее уже пошло. Поехало для Химика. Как игровое, так и преимущество по счету. Получили воскресенцы. Хайрулин бросает. Шайба отскакивает в направлении Никиты Соколова. И он забрасывает четвертую шайбу в сегодняшнем матче. Делая счет достаточно надежным для его команды. 4-2 это более чем. Чем можно довольствоваться. Ну и далее были хорошие, неплохие 5-минутки у Югры. Да, вот здесь вот мы с вами помним проход Угольникова, который укатывался на рандеву с Куликовым. Далее мог воспользоваться выходом 1 на 1 Павел Ткаченко. Но галкипер в порядке у Югры. Хороший сейф Павла Канаева. Подмосковные вечера в Ледовом дворце Химик. Ну и, конечно же, пятая заброшенная шайба Усманова, которая ставит точку в сегодняшнем матче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok